Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. За окошком у нас зима. Посмотрите, какой снежок ленивый падает. Просто прелесть! Я думаю, что вы увидите. Второй день у нас лежит уже снег. Вчера это был первый снег, 30 октября. И вот, я так понимаю, что зима началась. Зима началась, значит нам нужно утепляться. И вот, мои хорошие, сегодня я покажу, что у меня уже получилось. После всех перипетий страстей вокруг моего канала. Я два дня не вязала. Кто видел мое, крайнее видео, те знают почему. И вот, вчера приступила я, возобновила, вернее, этот процесс. Посмотрите, что у меня уже получилось. Сегодня мы поговорим с вами о тонкостях и нюансах этого красивого и очень простого, и очень эффектного шарфа, да, шарфа-трансформера. Шарф-рукава. Справится даже начинающая вязальщица. Самая-самая начинающая. Я уже отвязала резинку с одной стороны для того, чтобы мне примерять. И сейчас расскажу, почему я немножко изменю длину этого шарфа. Вы, конечно, можете делать так, как мы изначально задумывали. Два метра вязать. Но я, у меня будет сам шарф без вот этого манжета, о нем мы сейчас тоже поговорим, будет где-то составлять полтора метра. Не два метра, а полтора. Я объясню, почему, и, возможно, кто-то тоже, ну, как бы, свяжет так же, как и я. Итак, что я сделала вот здесь, как я довязывала резинку. Резинка у меня состоит из 56 петель. То есть, я просто из полотна, если смотреть вот так, вытянула крючочком эти 56 петель и связала резиночку один на один. Но ниточку, ниточку, вот эту прекрасную ниточку от Color City, Kenguro Wool, я взяла в два сложения. То есть, внимание, резиночка здесь у меня из ниточки в два сложения. Полотно вяжется в одну ниточку английской резинкой, а вот манжет связан ниточкой в два сложения и спицами троечка. Здесь у меня пятерка. Вот английская резинка вяжется пятеркой. Ну, поскольку сегодня название ролика, как сделать узел, который не развяжется. И у меня такая проблема возникла. Почему возникла? Сейчас расскажу. Вот в этой английской резинке очень сложно спрятать кончики, когда у вас идет присоединение нити. И тот метод, которым я пользовалась, вот, ну, обычный мой метод присоединения нити. Он здесь не подходит, потому что вот эти два кончика очень сложно спрятать. Полотно рыхлое. И, ну, если очень присмотреться, можно найти те соединения, которые у меня здесь есть. Кстати, я вяжу сейчас уже, так, сейчас скажу, какой, четвертый моток получается. Вот. Значит, у меня пойдет, я думаю, я четвертый моток извяжу. Мне хочется, мне нужно довязать еще. Сейчас метр семь у меня это полотно без манжета. Значит, метр пятьдесят. Отнимаем семь сантиметров. Получается, что у нас там? Сорок три сантиметра еще мне нужно провязать английской резинкой. И, естественно, связать ответный манжетик с другой стороны шарфика. Вот. Об этом я рассказала. И сегодня я покажу, как я соединяю нити в узелок, чтобы потом вот не возникало вот этой проблемы прятания кончиков иголкой или крючком. Конечно, можно спрятать, но это, во-первых, видно. Во-вторых, при стирке эти кончики будут высмыкиваться. В общем, в этом случае я буду использовать вот этот метод завязывания узла, который никогда не развяжется. Кстати, очень простой. Я пробовала здесь применять ткацкий узел и он менее надежный. А вот то, что я вам сейчас покажу, вы убедитесь и, возможно, эта информация кому-то очень-очень пригодится. Например, меня она спасла эта информация, этот узел, как его вязать, потому что вот тот узелок, который получается, он менее заметен и получается очень аккуратно и нет никаких проблем потом прятания вот этих кончиков. Итак, мои хорошие, сейчас я покажу вам, как же вязать этот узел и еще поговорим, почему же мой шарф не будет 2 метра, а будет 1,5 метра. Ну, а вы уже решите, как будете вязать вы. Итак, узел, который трудно развязать и который практически не виден. Я взяла для удобства, чтобы вам было понятнее, две разные ниточки. Естественно, это будут у вас одинаковые нити. Смотрите, что мы делаем. Нам нужно завязать узелок. Вот они наши два кончика. Вот один кончик, вот второй кончик. Берем ниточку, допустим, розового цвета и вот так вот обвивая вот эту черную ниточку, как бы на ней привязываем узелочек. Вот просто вот так. Вот, все сделали. Розовую ниточку к черной мы привязали. Теперь нам нужно черную ниточку привязать к розовой. То есть, делаем то же самое. Обвели и вокруг вот этой розовой ниточки теперь завязываем черную ниточку. Смотрите, какая прелесть. Просто вот так вот завязали. Все. У нас получилось два узелка. Вот он, с одной стороны мы розовый завязали, с другой стороны мы к розовой ниточке присоединились черной. Хорошенько затягиваем эти узелки. Вот так. И просто теперь вот так вот тянем. Вот и все. Теперь очень сильно вот так затягиваем. Видите? Все, затянули. И вот эти кончики ну, не совсем прям под корешок. Ну, так скажем, давайте я попробую отрезать. Ну, вот где-то вот так. Отрезали розовую ниточку. И сейчас отрежем черную ниточку. Вот что у нас получилось. Видите? Даже, мне кажется, можно вот эту черную ниточку еще немножко подровнять. Вот такой узелок у нас получается. На контрасте, конечно, он как бы заметен. Еще можно подровнять, но не совсем. Не совсем под корешок, конечно. Вот. И этот узел уже никогда не развяжется. Я пробовала ткацкий узел. Там немножко по-другому. Наверное, вы все знаете. Ну, я не буду его показывать, потому что мне не понравилось. Я как бы со всей дури потянула, и он у меня развязался. Вот. А этот, видите, что происходит? Вот. И такой узел в моем вот этом полотне, он практически не заметен в этой английской резинке. Конечно, когда мы вяжем полотно лицевой гладью, это, естественно, будет заметно. И такое соединение неприемлемо в лицевой глади. Там мы применяем другой способ. Но вот в английской резинке, вот в такой пышной, где рыхлое такое полотно, на мой взгляд, вот это практически незаметно. Более заметным становится, когда мы прячем кончики иголкой в английской резинке. Поэтому, мои хорошие, нужно как бы думать, где подойдет тот или иной способ соединения нити. Если вам понравился этот способ, пожалуйста, применяйте и наслаждайтесь вязанием. Так, вот этот узел я вам рассказала, показала. А сейчас немножко поговорим о нашем проекте шарф-рукава. Ну, вначале, мои хорошие, полюбуйтесь. Просто минуточку полюбуйтесь на эту сказочную красоту. Сейчас такой снег пушистый начался, но я не могла на минуточку вот просто показать вам эту красоту. Конечно же, камера не передает всей прелести, но поверьте, это просто сказка. Вот такой снежок. Итак, мои хорошие, возвращаемся к проекту шарф-рукава. Напомню, что спонсором этого проекта является магазин Бобин, который предоставил мне вот эти ниточки Кенгуру Вул. Итак, после проекта почему еще я как бы решила сделать немножко короче шарф. Во-первых, у меня уйдет меньше ниточек, где-то 400 грамм, наверное, и получается, что 600 грамм у меня еще останется. Мои хорошие, 600 грамм это хороший вес, хорошее количество ниточек, и, конечно же, сразу грядет новый проект. К этому проекту шарф-рукава я свяжу базовое платье, очень красивое, очень теплое, универсальное. Получится такой трансформер, то есть платье будет без рукавов, ну, а зачем нам рукава, если у нас уже будет шарф-рукава, который будет в нужный момент, в холодное время, в более холодное время, служить нам рукавами к этому платью, служить нам шарфом, если мы, допустим, это платье будем одевать с водолазкой, а сверху мы будем одевать этот шарф. Пришли куда-то в офис, в помещение, если там прохладно, одели этот шарф-рукава как рукава, и мы в порядке. Об этом я расскажу, и какое платье у меня будет, я тоже вам расскажу. Поэтому, кому это интересно, получится такой очень красивый комплект, то есть базовое платье и вот этот трансформер-шарф-рукава. Ну, а сейчас поговорим о размере и почему я его изменила. Итак, давайте вспомним, какой шарф-рукава я хотела вязать. То есть, это шарф-рукава, который будет перекрест иметь, вот такой, я не знаю, как это объяснить. ну, когда мы будем скрещивать его, да, и вот это будут у нас дальше рукава. То есть, будем делать такую петлю и потом одевать на руки вот эту вот часть. Тогда, при таком раскладе, вот с этой петлей, она может быть как спереди, так и со спины. тогда вот здесь нужно нам провязать 2 метра. То есть, у нас вот такая выкройка, если вы помните. Кстати, вот здесь у нас планировались вот такие длинные рукава. Я сейчас объясню, я имею ввиду длинный манжет. И вот здесь мы планировали связать 2 метра. Это при раскладе, когда вот это будет перекрест в нашем шарфике, в шарфике-трансформере. Я отказалась вот от этого перекреста, вернее, откажусь. У меня, смотрите, что будет. У меня сзади, если смотреть, то это будет выглядеть как кофточка. То есть, вот этот шарф-рукава будет прямым полотном. Без вот этой петли, как шаль такая, да, и потом это переходит вот в рукава. Вот так. Ну, то есть, просто накинули вот этот наш шарфик без вот этой петли и получили вот такую кофточку. Спереди это будет смотреться как просто, ну, вот если это у нас вот шея, вот так, да, то просто будет вот такая вот, вот так будет идти, ну, и дальше наши рукава. Вот как-то вот так. То есть, без вот этой петли. Тогда нам вот здесь нужно не 2 метра, а где-то метр 50. Вот почему я сейчас связала вот этот манжет, чтобы мне он фиксировал. То есть, я в процессе вязания я примеряю это все на себя и смотрю, сколько же мне провязать. Теперь расскажу, почему я отказалась вот от длинных вот этих манжетов. Смотрите по своей фигуре. У меня не совсем худенькая ручка. И если я связала бы вот этот длинный манжет, который будет практически до локтя, а дальше у меня пошел бы вот этот рукав фонарик, вот здесь вот я зрительно увеличиваюсь ну, как минимум на пару размеров. То есть, вот этот рукав фонарик подчеркивает ну, так скажем, полные руки. И здесь, конечно, тоже это все обтягивает и подчеркивает вот эту полноту рук. Поэтому я решила спрятать вот это все лишнее, так скажем, у себя в теле, да, решила спрятать под этот широкий рукав и тем самым я связала просто вот этот коротенький манжетик, как в свитере. и сразу посмотрела в зеркало и сказала да, мне вот эта модель с длинным узким рукавом до локтя и потом с широким получается вот этим фонариком мне совершенно не подходит. Поэтому обратите на это внимание, конечно же красиво, конечно же хочется, но нужно иногда смотреть в зеркало и смотреть подходит это вам или нет. А вот в таком варианте, когда маленький манжетик и широкий рукав, мои полные руки вот как бы прячутся вот в этот широкий рукав и не подчеркивают ненужные так скажем детали моей руки. И тем самым я еще и выиграла ниточки, да, ниточки, которые мне пригодятся для следующего проекта, который мы будем с вами вязать, это базовое платье, которое будет ну как бы вот вместе с этим с этим трансформером носиться. Ну в принципе можно и конечно и отдельно все это носить, но нужно так ох ох все как отпечатывается то нужно конечно же смотреть по своему гардеробу и стараться связать так, чтобы это можно было носить в разных вариантах. Теперь какое же платье я хочу связать? Ну то, что оно будет без рукавов я вам сказала. Хочу длинный воротник тоже скорее всего английской резинкой будет связан. Вот пока не решила либо здесь погон будет как я в Лешином подарки вязала но не по кругу будет вязание то есть сперед будет вязаться отдельно спинка будет вязаться отдельно здесь я хочу вот такую широкую косу которая удлинит мою фигуру надеюсь сделает более стройной вот вот это коса и все больше ничего не будет просто без рукавчика и вот английская резинка прямое постараюсь на сколько хватит ниточек мне и в конце будет вот это вот резиночка один на один ну и конечно здесь тоже сделаем рукавчик в смысле пройму рукава тоже резиночкой один на один вот такой у меня как бы план чем хорошо это платье во-первых оно подойдет кстати очень хорошо подойдет под мое пальто которое я назвала релакс это прошлый проект который мы вязали оно очень хорошо подходит по цвету и его можно тоже будет носить это платье вместе с пальто это платье также подразумевает тоненькую водолазочку если вы допустим беленькая можно серенькая можно черная какую хотите тонкую водолазку трикотажную спокойно можно одевать можно одевать сюда лосинки очень красиво будет можно одевать юбку можно одевать брюки представляете сколько вообще вариантов ношения этой вот модели и вяжется очень легко здесь конечно же я пущу опять эту английскую резинку главным украшением здесь будет вот эта коса я еще даже не решила я попробую конечно сейчас покажу о чем я вам хочу сказать вот здесь сейчас кстати мы с вами сошьем я покажу как я делаю крючком шов многие спрашивали еще раз покажу что можно сшивать крючком и получается очень красиво вот когда вот здесь давайте мы это отложим я думаю понятен вам этот проект пожалуйста напишите в комментариях как вам такая задумка нравится ли значит смотрите когда мы здесь сошьем сделаем шов нам же здесь нужно где-то сантиметров сорок наверное сшить наш шарф рукава поверьте вот этот шов никак никаким образом не будет мешать если вы будете это носить как просто шарф это же не только на руках можно носить это можно будет носить на шее так вот когда сошьются с одной и с другой стороны наше полотно наш шарфик сейчас я вам покажу ну вот допустим вот здесь вот вот здесь вот тоже пошел уже второй рукав и наш шов вот у нас что останется это вот так будет одеваться и вот та маечка или как сказать то что по спинке будет выглядеть кофточкой так вот вот здесь можно присоединить связать еще косу и вот так вот по кругу ее пришить и будет тогда уже ну как бы как воротничок что ли как окантовка вот этого проекта тоже ее будет не видно если вы будете одевать как шарф она спрячется спокойно в вашей драпировке шарфа и все будет красиво и замечательно но это я еще не решила по поводу косы это я к тому говорю чтобы вот эту косу можно было как-то совместить с этой моделью шарф рукава если я не буду привязывать сюда косу в шарф тоже поверьте будет очень очень красиво носиться и смотреться так что вот это вот платье без рукавов и этот шарф создадут у нас очень красивый опять трансформер который можно будет носить в разных вариантах ну а теперь давайте я покажу вам как я соединяю крючком полотно без иглы и как это просто и легко ну во первых надо посмотреть где у нас все таки у меня отличается вот видите соединение было вот соединение и я это вижу то что я прятала иглой кончики мне это не понравилось а вот такой узел который я вам показала он в этом полотне практически не виден я имею ввиду вот этот наш узелок очень классно просто класс его практически вот здесь вот вы не найдете итак сейчас покажу как сшить полотно крючком вот осталась ниточка от когда я привязывала вот этот манжет осталась ниточка так вот мои хорошие сразу оставьте ниточки побольше чтобы потом сшить рукава я вот не продумала этот момент и оставила мне не хватит ниточки но мне хватит показать вам как же сшить это крючком крючком сейчас посмотрю нет все-таки это у меня лицо а вот изнанка потому что я здесь вот прятала ниточки вот и это у меня изнанка вот будем здесь сейчас сшивать наш рукав очень все просто особенно просто в том случае когда вы вяжете такую кромочную как у меня то есть вот смотрите под две полупетли определите столько под какие потому что здесь на самом деле при такой кромочной там несколько вариантов за что можно ухватиться поэтому выбрали какой-то вариант и смотрим сейчас я вот ухватилась вообще не там смотрю в книгу вижу фигу вот они наши дольки смотрите и это еще называется тамбурный шов конечно мне в камеру не очень удобно вытянули и вот таким образом вот за такие вот хватаемся за эти две полупетли и идем сшиваем понимаете в каждом случае в каждом случае все может быть по-разному то есть в лицевой глади допустим нужно ухватиться не за эти вот полупетли а за одну полупетлю ну то есть это нужно смотреть я говорю вот как узел подходит не везде подходит вот такой узел который я вам показала в лицевой глади это сток так делать нельзя там мы прячем кончики по-другому а вот в рыхлой вязке вот этот узел на мой взгляд просто спасение просто спасение от того чтобы это аккуратно получается все аккуратно не видно и без заморочек таким образом сшиваем наше полотно ну я надеюсь я понятно объяснила смотрите что получается с той стороны посмотрите какой шов его практически не видно и он очень красивый вот здесь чего-то куда-то перешла потому что смотрю в камеру но на самом деле он очень похож на вот это и его практически здесь будет не видно так что вот мои хорошие немножечко вам объяснила рассказала о планах рассказала и вяжем ну а я пока полюбуюсь зимой за окошком снежок все идет и идет я вас всех очень люблю обнимаю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока субтитры субтитры и до сих пор